О, Великий Монолит, твой слуга обращается к тебе. Я выполнил все задания проповедника, которые давал он нам во благо твоё. Пожалуйста, поведай мне самые главные секретные тайники Зоны. Я хочу найти их и показать людям. Родиол, ищи Родиол. Три, три главных тайника Зоны. Вник. Ты какая милая собачка. Я надеюсь, ты никого не сожрёшь, пока Доктор Болотный отошёл по своим делам. Хорошо? Хорошо. Так, ну что ж, ребята. Собственно, Великий Исполнитель Желаний поведал мне информацию о тайниках под кодом названием Родиола. И я начал их искать. Как оказалось, в зоне этих самых Родиол просто сотни, сотни, а может быть и тысячи. И если кто не в курсе, Родиол это такие вещи, которые, ну, в Советском Союзе, так сказать, у бабушек и дедушек использовались для того, чтобы два в одном воспроизводить, собственно говоря, звуки из радио и проиграть пластины. И вот, собственно говоря, таких вещей в зоне просто целая куча. Так вот, оказалось, что в трёх таких находятся самые легендарные тайники Зоны. Самые, так сказать, спрятанные и скрытные. И вот я отправился на их поиски, и вроде как первый тайник нашёл. Находится на территории базы чистого неба. Я снимаю всё одним дублем, чтобы потом не писали, что, мол, я монтажёр, это всё пранк, это всё подстава, обман и так далее. Нет, вот мы на базе, вот мы ходим, всё у нас хорошо. А вот этот самый бармен, который мне, собственно говоря, и нужен. Вот за его спиной находится та самая радиолка. У неё как бы с левой стороны находится радиоприёмник, а с правой стороны находится, собственно говоря, прибор для проигрывания радиопласти... Не радио, а просто пластинок. Фирма какая-то Канада или Карада или Караганда, хер его знает. Первый раз такое слышу, я слышал от дедушек и бабушек, что была у нас радиола под названием Метеор, вроде бы. Тут какая-то, видите, не знаю, может быть импортная, а может быть и нет, чёрт его знает. Но не в этом суть. Короче говоря, вроде как, по легенде, от исполнителя желания мы знали информацию, что в этой самой радиолке находится какой-то тайничок. Давайте проверим. Наверное, отсюда залезть будет невозможно, поэтому пойдём и зайдём, наверное, с тылу. Глянем, есть ли там что-нибудь или нет. Так, значит, главное как-нибудь аккуратненько навестись, чтобы не промазать. Оп, вот, слово обыскать ящик. Пожалуйста. Ну, показывай свой хабар. Ну, хотя, в принципе, чего я ожидал от бармена Чистого Неба? Тут у нас, ребята, водочка, просто очень много водочки, еда, консервные банки, шоколад. Это что у нас такое? Это, походу, пивцо. Но, в принципе, чёрт это было от бармена. То есть, да, ребята, видите, реально радиолка, и реально в ней есть пазух по тайник, и реально в этом тайнике что-то да есть. То есть, правда, бармен, наверное, всё самое дорогое себе забрал, а теперь использует данный тайник для себя, так сказать, хранит там своё птеное добро, чтобы на чёрный день ещё что-то осталось. То вдруг всё и докончится, тут у него, хоп, как бы из тайничка ещё есть для продажи. Так, ну, это открывает, так сказать, нам зелёный цвет, потому что теперь мы точно знаем, что такие радиолы существуют, и нужно найти все три. То есть, одну нашли, надо искать ещё две. Вдруг там бы что-то поинтереснее, чем здесь, и я в это, так сказать, свято верю. Поэтому, так сказать, руки в ноги и пошли искать другие радиолки. Так, ну что ж, второй пункт в нашем предшествии, ребята, это база военных на территории НИАгропрома. И здесь, вроде как, по слухам, находится вторая радиолка, в которой местный полковник хранит какое-то добро. Пока неизвестно какое, но это мы сейчас, ребята, узнаем. Сам факт того, что она есть, уже, так сказать, радует, что это не обман, и что реально такие тайники существуют. Надеюсь, у полковника там что-то, знаете ли, ну, более изощрённое, чем было у бармена. То есть, там, например, еда, там, водка и так далее. Может, у полковника там есть какие-нибудь секретные документы, или же какая-нибудь, не знаю, оружка его знаменитая. Чёрт его знает. Так, ладно, находится, ребята, она вот здесь, на первом этаже, стоит в уголке. И, вроде бы, фирма та же, да, то есть та же самая Канада или Караган, да, чёрт его знает. Ну, давайте проверим, есть ли в ней тайник или нет. Так, наводимся. Опа, слово, обыскать ящик. Давайте, жмякаем. И здесь тоже бухло, причём гораздо больше, чем было у бармена. Пять видов водки, какая хочешь, выбирай. Походу, местный полковник любит, так сказать, после работы конкретно прибухнуть. Я бы даже сказал, нахерачься в слюне. И у него тут ещё про запас есть даже баночки с оливками. Ну, это, наверное, чтоб бандосам маслины раздавать. Вот же ж, бляха, муха. Я рассчитывал, так сказать, на какие-то более изощрённые тайники, а тут просто чьё-то бухло. Это как бы, не знаю. Да, тайник есть, это приятно. То есть, меня исполнитель желания не обманул, но они же не какущие. То есть, бухло, еда, еда, бухло. Мне кажется, это какая-то привычка досталась этим местным хабарщикам от их дедов. Ну, знаете, так сказать, в старину дедушки прятали от бабушек, там, не знаю, чекушку с водочкой или же с коньячком. Куда-нибудь вот в радиолочку, чтобы потом с друзьями на какой-нибудь праздник гаражи выпить. А, так сказать, их внуки или же сыновья, последователи, видите, теперь прячут в зоне бухло в грёбанных этих радиолах. Лучше б ныкли туда, не знаю, какие-нибудь костюмы, ключи от БТРов, не знаю, ключи от дачи в Подмосковье. Было бы гораздо приятнее. Ладно, ребята, осталась последняя тайная радиолка с её секретом. Надеюсь, мне будет что-то гораздо более приятное. Теперь осталось только её найти. Ну, ничего, две нашли, так сказать, и третью тоже найдём. Это не проблема. Блин, всю зону оббегал ради этого третьего тайника, и... Я его, ребята, нашёл. Не поверите, где? Да, это рыжий лес, но только тайник находится не в самом рыжем лесу, а, собственно говоря, в доме обитания, так сказать, месте обитания лесника. Да-да, ребята, третья тайника находится у нас прямо в аккурат около лесничка. И сейчас единственное, что меня пугает, что, как бы, лесник сам по себе, как вы понимаете, он дедушка. И, возможно, что у него в тайнике будет также водка, то есть, которую он прячет от бабки. Правда, у него, конечно, бабки нету, но хотя, может быть, он считает своей бабкой всю зону. Тук-тук я пришёл и ныкает от неё водку, да, что было, конечно, очень даже логично. Но вот у нас стоит радиолочка родная, так сказать, по правую руку от самого лесника, для нас это по левую. Та же самая фирма. Блин, никогда в жизни до этого не подумал бы, что в этих радиолах есть тайники. То есть, вот, если бы не исполнитель желания, я бы херчу нашёл. Потому что, ну, как-то это всё странно, пихать в радиолу. Там, конечно, места реально много пустого внутри. Но, чтобы замедлили этот тайник, это надо было додуматься, слушайте. Так, ладно, ну, давайте поверим. Всё-таки лесник более изощрённый сталкер, так сказать, уже много чего повидал в своей жизни. Поэтому, надеюсь, что там будет что-то более изощрённое и интересное. Может быть, какая-нибудь записка, не знаю, о ликвидации или о жизни его до взрыва или чего-нибудь типа такого. Дедурь, Зелена, Зелена. Чё ты тут шукаешь? Да, да, шукаю, шукаю. Оп, сразу просто, вот, без наводки, видите, сразу вот навёлся и тайничок. Тайничок, обыскать ящик. Ну, давай, дедушка, не подведи. Да ты ж моя умничка. Не подвёл, не подвёл, чертяга. Всё-таки, в лесника, ребят, надо верить. Всё-таки, вот, мужик наш, прохаванный. Вот оно оказалось, где он свою это компас-то прячет. А его шмонали и бандосы, и долг, и чистое небо, и свобода. Все его шмонали не могли найти его знаменитый артефакт, с помощью которого он сможет выбраться из всех, так сказать, трудностей зоны. Оно, оказалось, вот, оно в радиоле хранит, прикиньте. Ни хрена себе. Слушай, дед, я заберу себе компас, просто у тебя тут, в принципе, всё уже есть, так сказать, да, то есть, ну, смотри. Еда есть, а, бухло, а, так у него бухло просто стоит на столе, ребят, видите, у него даже надо ничего ныкать. А он просто не стоит на столе. Ну, бухло есть, грелочка есть, еда есть, сигареточки есть, радио даже есть, есть даже кровать, и, если что, даже есть, так сказать, лицо кровососа, чтобы утолить, так сказать, свою мужскую нужду в случае чего. Поэтому ты сиди здесь, наверное, я себе компас заберу, и, ну, мне просто к центру зоны ещё идти, поэтому, так сказать, чтобы все обходные пути знать. Ты ж не обидишься. Всё, давай, дедуль, бывай, я это, я пошёл, хорошо, не обижайся, я вот, ну, нашёл тайник, ну, так получилось. То есть, тебя зона предала, потому что мне исполнитель желания, так сказать, всё рассказала, и я бы так херчо узнал, а так, видишь, так вот узнал. Ещё водка, да что ж такое-то? У всех просто водка везде стоит, я не знаю. Потому что она реально, как в медицинских целях, типа, знаете ли, для утоления радиации и так далее, потому что, ну, как-то всё это очень странно. Так, ну что ж, нас, так сказать, великий исполнитель желания не обманул, мы нашли все три тайника радиолы в зоне, они реально существуют, реально такие контейнеры под хабар есть. И это очень крутой секрет, знаете ли, в зоне очень много тайных секретов, но даже эти тайники, это не самая изощрённая, изощрённая секретная вещь в зоне. Есть нечто куда более потаённое, и знаете, что это? Самое секретное в зоне, это... Это люди пиздоболы, потому что всё это обман, так сказать. Это не монтаж, это реальность. Данные тайники, ребята, и вправду существуют, но они имеют такой же, так сказать, принцип ранжирования, как, в принципе, все другие тайники в зоне. То есть, там реально появляется иногда хабар, не знаю, даже пару раз находил там артефакты, глушителя, прицелы, но всё это в таком же количестве, как, в принципе, и во всех других тайниках. Поэтому я вас немножечко обманул, ну хотя как обманул, так сказать, я ведь показал реально тайники, они реально существуют, поэтому я лишь подменил содержимое тайников, но в них реально кое-что интересное бывает, это без обмана. Так сказать, показал вам, с другой стороны, новые места, куда можно прятать свои вещи, потому что, ну ведь это одна из самых важных вещей в игре, заныкать свой хабар куда-то туда, чтобы не смогли его найти. И, в принципе, в этих тайниках вряд ли, так сказать, местные сталкеры смогут у вас что-то украсть. Поэтому можете использовать данные контейнеры, так сказать, под свои нужды и угоды, и это реально вам будет в плюс, поэтому вот как-то так. Ну, а у меня, ребята, на этом всё, так сказать, давайте прощаться. Если вам понравилось, ребята, видео, то поставьте лайк и оформите подписку на канал. До скорых встреч, всем удачки и пока-пока. Ах, да, чуть не забыл, если вдруг знаете какие-то ещё секреты в мире собственного зова Чернобыля, то пишите их в комментарии. Будет что-то интересное, реально то, чего многие люди не знали, то я сниму про это видео, почему бы и нет. Всё-таки это как бы мелочи, но мелочи очень важные, и их нужно изучать и разбираться в них. Всем ещё раз спасибо за просмотр. Всем удачки и пока-пока. Ребята, ну, ребята, ну, стоите, ну, я же просто Флинт. Ну, ребята, ну, правда, правда, это последняя, она правдивая история, я вам отвечаю. Значит, всё, 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 слушай, я, значит, ребят, ребят, правдивая история, я не обман, не бежу, не бежу, не бежу, чужу. Короче, ребята, правда, значит, смотрите, собрался я как-то с пацанами пойти в рыжий лес. Да, то есть на Химеру поохотиться Короче, пацаны, мы и взданули все, типа, такие Ну это опасно, Химер, нас могут убить, мы новички А я ж такой, типа, ну я герой, я ж ж, типа, я молодец Я красавчик, опытный сталкер, ветеран Мастер-легенда, всё в одном флаконе Короче, оставил я, ребята, вообще всю свою снарягу На базе, так сказать, чтобы, ну, было немножко посложнее Одел чисто трусы на себя, или надел Одел, ну, неважно, короче, и взял с собой, собственно, ПМочку, и пошёл на Химеру Ну, пацаны, ну не уходите, ну это не обман Ну, правда, я не обману, я же просто Флинт Кхе-кхе-кхе Псс, эй